Пробует себя наша страна и в новом для себя амплуа производителя легковых автомобилей, причем новейшего поколения. Создание и производство электромобилей глава государства обсудил в ходе еще одной встречи со специалистами Академии наук и министром промышленности. Совсем недавно состоялась презентация опытного образца отечественного электрокара, а сегодня президент лично протестировал автомобиль Тесла и поделился впечатлениями о последней модели американского образца. Об ориентирах для флагманов белорусского машиностроения Наталья Брёс. Вот такой насыщенный трафик, вполне привычная картина для двухмиллионного Минска. Только в столице на тысячи жителей приходится более 400 автомобилей и из года в год количество машин только растет. Жизнь, конечно, меняется не с такой скоростью, гораздо стремительнее. Новые тренды появляются и в автомобильном мире. Электрификация, пожалуй, самая обсуждаемая тема. Глобальный рынок электрокаров активно развивается. Количество таких машин в мире растет рекордными темпами. Сейчас насчитывается больше двух миллионов авто, энергию аккумуляторов, которых можно пополнять с помощью розетки. Пока это мизер, если учитывать весь автопарк планеты, но эксперты говорят, еще лет 7-10 и количество вырастет в разы. Лидеры в этой сфере – США и Китай. КНР инвестирует приличные суммы в развитие производств электромобилей, называют цифры в 15 миллиардов долларов. Запускают специальные программы, общественный транспорт переходит на электричество. В Норвегии на электрокары приходится 28% от всех новых зарегистрированных автомобилей. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году доля рынка электромобилей составит 30%. Будущее автотранспорта Александр Лукашенко дальновидно затрагивал и раньше. Говорил об этом на Всебелорусском народном собрании в прошлом году. Тема становится только актуальнее. Сразу несколько национальных проектов дадут возможность быть Беларуси в тренде. Об этом речь сегодня с руководством Академии наук и Минпрома. Речь пойдет о весьма актуальном и перспективном направлении развития нашей экономики, без преувеличения, можно сказать, и нашего государства. Если, конечно, мы не будем спать в шапку. Мы реализуем ряд мощнейших национальных проектов. Контроль за ними осуществляет специальный помощник, он перед вами. Один из таких проектов – это строительство собственного завода по производству легковых автомобилей. Второй национальный проект – атомная станция, которая позволит нам заместить 5 миллиардов кубов природного газа и создать приличный профицит электрической энергии. К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире – это чистые технологии. Это чистые автомобили, чистые подвижные составы и так далее и тому подобное. Это замена углеводородов на чистое топливо. Электричество как раз является подобным топливом. Тоже не мне вам объяснять. В связи с этим, несколько лет тому назад, была поставлена мною задача на то, чтобы мы начали ориентироваться и приспосабливаться к этим благам, которые мы получим буквально через два года с вводом атомной станции. Весь мир сегодня развивает направление электромобилей. Тесла называют лучшим электрокаром в мире. Вот она, последняя разработка американской компании. За две с половиной секунды эта машина разгоняется до скорости 100 км в час. Так тихо, даже не сразу понятно, что началось движение. Настоящий суперкар еще и потому, что имеет один из самых больших показателей пробега без подзарядки. Без розетки проедет как минимум 500 км. У Александра Лукашенко была возможность протестировать автомобиль. Результаты тест-драйва впечатлили главу государства. Американцы, ничего не говоря никому об ориентации, я вам показал сегодня, создали суперавтомобиль. Я его так и называю. Молодцы. Тесла создала прекрасный электромобиль. Во-первых, скорость набирает, что все наши тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания, немецкие, остались мгновенно позади все и догнать не смогли. Стартует он как космический корабль и еще мощнее. За 2,5 секунды, 100 км. Но меня интересовало, как она держит дорогу. Идеально. Идеально держит дорогу. Я вам раскрываю все карты, личные. Это мое хобби автомобили с давних-давних времен. Я слежу за развитием этой отрасли. И коль мы создали свой автомобиль, отжили будет хороший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Очень хороший. По цене, по качеству. Это наш автомобиль. Здесь будет сервис. Здесь будут запасные части. Мы создали и народный, и ВИП-автомобиль. И для богатых, и для бедных. Но это первая ступень. Можно сказать, уже вчерашнего дня. Нам нужен электромобиль. Конечно, промышленники и ученые тоже с большим интересом и личным, и профессиональным смотрят новинку. Весь мир понимает, что электричество – это очень выгодно. Высокий КПД, снижение затрат на перевозку грузов и пассажиров, уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Опытный образец белорусского электромобиля создали специалисты Академии наук. Неделю назад разработку презентовали общественности. Вот это детище, наше детище. Первый белорусский электромобиль. Конечно, до Теслы еще далеко. Да и класс разные с нуля. Авто будущего удалось собрать меньше, чем за год. Заряжается машина от 4 до 6 часов. Хватает на поездку в 150 километров. Разгоняется электромобиль пока до 100 километров в час. Вместо привычного тахометра прибор показывает расход тока. Сейчас батарея установлена в багажнике. Она занимает место примерно как штатное газовое оборудование для переоборудованных автомобилей. Но в перспективе этот ящик уйдет и распределится под кузовом автомобиля. И автомобиль станет более управляемым за счет этого. И освободится место в багажнике. Ну, а здесь вместо стандартной заливной горловины мы поставили зарядный порт. Куда включается специализированный кабель. Ну и, в принципе, автомобиль можно заряжать как от специализированных станций, так и от обычной бытовой розетки. Экспериментальный образец сделали на базе джили белорусской сборки. Сейчас авто доводят до ума, регулируют все параметры и думают, как лучше и где организовать серийное производство. Академия наук работает над новым типом накопителя электроэнергии. Если проект получится, он должен получиться, то его стоимость значительно понизится. Создание инфраструктуры – это один из важнейших элементов создания в целом структуры электромобилей без зарядки. Электромобиль никому не нужен. Поэтому такая задача стоит перед министерствами определенными – создать цепь зарядочной станции. Многие страны в поисках альтернативы нефти и газу делают ставку на электрический транспорт. Стране, которая не может похвастаться богатыми запасами углеводородов, сам Бог велел. Помимо очевидного развития технологий и отсутствия такого сильного вреда для экологии, электротранспорт заберет на себя и часть энергии, полученной на АЭС. Станция будет крупным производителем доступного электричества. В 2019 году мы вводим в строй атомную станцию. Надо же нам предлагать направление использования электроэнергии. Поэтому и теперь мир уже переходит из двигателя внутреннего с грани. Это экология, эксплуатация, по всем параметрам более приемлемый автомобиль для перспективы. Беларусь в этой связи не должна отставать. Я скажу, что сейчас наука способна решать разные задачи, даже самые сложные задачи. И мы полагаем, что эта задача для нас вполне подъемная. Там не только будут догоняющие наши решения, но будут абсолютно наши эксклюзивные, которых в мире пока нет. Угнаться за мировыми производителями непросто, но использование своих разработок позволит занять нишу на рынке. К этому стремятся. Вы создали свой, фактически, опытный образец, я не скажу, что это автомобиль. Опытный образец электромобиля. Я с ним внимательно познакомился. И снизу, и сверху, и с багажника, и под капот залез, посмотрел все ваши, ну, насколько я понимаю, детали и прочее. Я не знаю, насколько уровень высок этого двигателя, который вы создали там, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично. Уровень нашего образца, я не говорю, что это опять же электромобиль, уровень нашего образца по сравнению с Теслой, пока что еще об этом трудно говорить, потому что много регулировок вам надо, много чего там доделывать, переделывать и так далее. Но ваши обещания, притом письменные руководители Академии наук, меня вдохновляют и, с другой стороны, настораживают. Если мы можем создать и батарею, накопитель электроэнергии, которая подзаряжается и потом отдает это электрическое для народа, говорю, если мы это можем создать лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции и прочее. Немедленно надо это реализовывать. Цель сегодняшнего разговора. Я вам показал автомобиль. Хотите еще на нем проехать? Пожалуйста, едьте. Изучите, посмотрите. Это лучшее, что есть. У них очередь уже на три года вперед на эти автомобили. Это будущее. Мы не можем отстать. Мы не можем при науке такой плестись в хвосте. Вроде все умеем, кто-то у нас заберет, что-то сделает. Давайте мы это сделаем и перестанем говорить о том, что для этого нет денег. Теперь вы главный принцип поняли. Вы многое сделали сами. И сегодня не огромное количество денег надо для того, чтобы создать подобный автомобиль. А дальше уже будем смотреть по производству. Помимо легкового электромобиля в стране всерьез развивается направление электробусов, городские троллейбусы, которым не нужна постоянная подача тока. Партия таких моделей уже курсирует по городу, активно рекламирует ее и зарубежным покупателям. О том, что за это направление взялись всерьез, говорит о намерении разработать госпрограмму развития электроприводной техники с различными источниками энергии. Техника, наука сегодня на грани такого перелома. То есть углероды выходят где-то на второй план и выходят новые источники энергии. Вот это самая важная тема, которая сегодня есть во всем мире. Поэтому то, что сегодня глава государства поставил задачу по вхождению белорусской науки, промышленности в тему развития мирового автостроения, не скажу автостроения всего мирового, будем говорить, мировой техники, это применение электроприводов, накопителей энергии, источников энергии. Это очень важная тема, которая требует напрячься каждому от высшего учебного заведения до Академии наук, до промышленных предприятий. В Беларуси сегодня более трех миллионов транспортных средств. В Минпроме понимают, что если предложить рынку конкурентноспособный электромобиль, удобную инфраструктуру, то тогда и покупатель проголосует за него рублем. Тем более, что поездки на электрокарах по стоимости в 2-3 раза выгоднее, чем на бензиновых машинах. Экономить можно и на техническом обслуживании. Звучит, если не фантастично, то как минимум непривычно. Но и смартфоны поначалу удивляли. Наталья Бреус, Татьяна Король, Николай Рузавин. Агентство теленовостей.